МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на пятом канале. В студии Рушан Бараев. Здравствуйте. Сегодня вторник, 27 декабря. Коротко о главном. Правила содержания домашних животных несут высокие коррупционные риски. К депутату парламента обратились общественники Караганды. Наибольшее количество безработных молодых людей проживают в Караганде, Балкаше, Тимиртау, Шахтинске и Саране. О мерах занятости говорили на совещании в Акимате области. Сыпать или не сыпать, карагандинцы пожаловались на активную подсыпку тротуаров в этом году. Гололюда стало меньше, а грязи больше. На самую высокую сопку восхождения в память о герое Советского Союза Боуржане Мамышулы совершили несколько десятков карагандинцев. К депутату, представляющему интересы Карагандинской области, в парламенте республики обратились родители, общественники и представители кинологических организаций. По их словам, типовые правила содержания домашних животных, принятые 8 декабря, не только не обеспечивают безопасность, но и несут высокие коррупционные риски. По словам общественных активистов, правила содержания и выгула домашних питомцев были приняты без учета экспертного мнения юристов, кинологов и зоозащиты. Не добившись ответа на просьбы скорректировать правила в соответствии с законом, неравнодушные люди обратились за помощью к депутату, представляющему Карагандинскую область в парламенте республики. Они скорее о коррупции или же о том, чтобы убить полную эмпатию детей к животным. Потому что именно общение детей с животными в человеке растет, наверное, вот эта человечность, душевность, духовность какую-то. Общение с животными способствует снятию депрессии, выравниванию эмоционального фона. Но данный НПА – это издевательство над животными. Вы знаете, я хотела бы сказать, что в связи с вот этим надо помнить, что мы часть этой природы. Говорят, что человек – венец природы. Но изучив данный НПА, я хотела бы сказать, что мы, по-моему, не часть этой природы, мы не венец, а мы убийцы этой природы. По мнению общественников, правила, которые должны расширять закон и объяснять его действия, в данном случае не выполняют своих функций. Так, например, законодательно прописанная необходимость заниматься воспитанием собаки была из текста полностью изъята, как и обязательство нести ответственность как за само животное, так и за его приплод. Таким образом, утверждают общественники, невозможно решить ни проблему нападений, ни снизить численность бездомных животных. А ведь это самые болезненные социальные проблемы. В типовых правилах не учтены породные особенности собак, размер, возраст животного, его физиологические потребности, хотя в первых пунктах правила указано, что они созданы для того, чтобы обеспечивать именно это. В предыдущих правилах у нас было указано, какие породы собак требуют особенной ответственности владельца, то в новых правилах нет такого списка пород. И получается, что и владелец чихуахуа, и владелец среднеазиатской овчарки, они абсолютно уравнены. Для одной собаки требуется намордник, для другой собаки требуется намордник. То, что это брахицефал или щенок, это тоже не учитывается. Обращаемся к депутату, который представляет на верхушках власти нашу Харагандинскую область. И просим принять меры к тому, чтобы изменить данные типовые правила. Типовые правила содержания домашних животных, принятые 8 декабря, не только не обеспечивают безопасность, но еще и несут высокие коррупционные риски. Уважаемый депутат, представляющий интересы Карагандинской области в правительстве Республики Казахстан, мы сегодня от лица зоозащиты Карагандинской области просим вас обратить внимание на то, что закон об ответственном отношении к животным, уже год назад подписанный нашим президентом, в Карагандинской области не работает вообще. И на сегодняшний день нет ничего, что обещало бы, что он в ближайшее время заработает. Мы очень просим вас изучить данную проблему и подключиться к ней, опираясь на обращение, которое на сегодняшний день запущено по всей Карагандинской области в качестве петиции к президенту нашей страны. Для положительных изменений нужны не запреты, а слаженная совместная работа власти и общества. Поэтому карагандинскими активистами запущена петиция, требующая точного исполнения закона. Подписные листы ждут неравнодушных карагандинцев в зоомагазинах и ветеринарных клиниках города. Наталья Уголькова, Серик Тагаев, Николай Шевелев, Пятый канал. Наибольшее количество безработных молодых людей проживают в Караганде, Балкаше, Тимиртау, Шахтинске и Саране. О мерах занятости говорили в этот раз на совещании в Акимате области. В итоге для трудоустройства молодежи в следующем году планируют изменить условия программы «Молодежная практика» и выдавать вместо безвозмездных грантов льготные кредиты. Подробности у Антона Александрова. Широкий спектр проблем нет молодежи, выявили чиновники в результате мониторинга. Зачастую это неисполнение кредитных обязательств перед банками, работа без оформления трудовых отношений, нарушение миграционного законодательства и другие. Все это является следствием низкого уровня правовой грамотности, говорят чиновники. Чтобы исправить ситуацию, планируется внедрить в штаты молодежных ресурсных центров юрисконсультов, которые будут оказывать правовую помощь нуждающимся молодым людям. Для налаживания обратной связи с молодыми людьми, не идущими на контакт, необходимо рассматривать данную работу с психологической точки зрения. Из этого вытекает один из наиболее проблемных вопросов, а именно отсутствие штатных психологов МРЦ. Актуальность вовлечения в работу специалистов, имеющих соответствующую подготовку, продиктована тем, что проблемы молодежи, в частности категории НИД, зачастую находятся в плоскости личностных взаимоотношений. Для социализации НИД молодежи в некоторых ресурсных центрах имеются даже психологи. Однако такая штатная единица не предусмотрена в Приозерске, Абайском, Бухожирауском, Каркаролинском и Нуринском районах. Сегодня мы подводим итоги работы за 22-й год в рамках реализации государственной молодежной политики. В этом году была налажена и поставлена на системную основу адресная работа с неорганизованной молодежью, составлена база данных НИД молодежи, производится подворовой обход, выявляются проблемные вопросы, определяются механизмы их решения. В следующем году планируется расширить доступность программы «Молодежная практика». Возраст участников будет увеличен с нынешних 29 до 35 лет. К тому же взамен безвозвратных грантов будут выдавать льготные кредиты для развития предпринимательства молодых людей. Несмотря на принятые меры, в некоторых регионах уровень молодежной безработицы в городской местности значительно выше, чем в сельской местности. Среди регионов самый высокий уровень молодежной безработицы отмечен в городе Караганда, Балхаш, Тимиртау, Шахтинск, Сарай. Сегодня в Карагандинской области из 36 тысяч безработных 15 тысяч являются представителями молодого поколения. Между тем, основным инструментом обеспечения занятости является национальный проект по развитию предпринимательства до 2025 года, говорят чиновники. В итоге за этот год трудоустроить удалось более 41% молодых людей, обратившихся в центры занятости. Антон Александров, Миржан, Жума Муратов, Николай Шевелев, 5 канал. К другим новостям. В Карагандинской области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Его цель – обеспечение общественной безопасности во время новогодних праздников. Уже в первый день ОПМ было выявлено 13 фактов незаконной торговли пиротехническими изделиями. По ним составлены административные протоколы и наложено штрафов на общую сумму 842 тысячи тенге. Пиротехнические изделия изъяты. Когда их доделают? Подземные переходы в Караганде все еще реконструируют. Официальным сроком сдачи был конец ноября, однако год близится к завершению, а работа продолжается. На какой она сейчас стадии, что с пандусами и почему пол скользкий? Ирина Вобещевич искала ответы на вопросы. Уже до конца года осталось 4 дня, и скоро новый начнет свой отчет о подземной переходе. В городе все никак не сдадут, хотя планировали все завершить в конце ноября. Уже даже не смешно. Скоро Новый год, они до сих пор работают, не могут закончить работу. Вот, как мне сказали, они должны были уже закончить в ноябре месяце, и до сих пор нет прогресса. У нас, как всегда, все плохо делают. Хотелось бы, чтобы быстро и хорошо было. Мне не нравятся опять ступеньки. Это когда гололед, вообще невозможно ходить. Два перехода сейчас находятся в работе. Мы побывали на обоих и оценили ход работ. Как убедились, с подрядчиками менее повезло переходу на ЦУМе. Здесь работа хоть и кипит, но все же результат увидим не скоро. Люди уже привыкли пробираться по узкому тоннелю, задевая друг друга плечами. За импровизированной перегородкой идут отделочные работы под обогревом пушек теплого воздуха. У населения нет претензий к качеству, потому что оценивать еще нечего. Однако уже смутили пандусы, одинаковые как на ЦУМе, так и на ДК. Это не спуски пандусные, это получается только для чемоданов, там, гостевых, разгрузочные только. А здесь будут устанавливаться электрические пандусы, как положено. Электрические подъемники будут установлены в последнюю очередь и уже в следующем году, говорит подрядчик перехода на ДК. В целом, тут картина выглядит веселее и до конца декабря планируют закончить. Жители здесь уже дают оценку, к примеру, то, что пол скользкий. Снег выпадает, пока сног не выпадет, и скользко здесь получается. Это же мраморная крошка. И, соответственно, если вы... Ну, вот вы сами сейчас стоите, вам скользко? Нет. Ну, вот видите. Пол действительно не скользкий, но если на обуви занести снег, то метр-два проехать можно будет. И этого хватит, чтобы повредить конечности, упав на пол из мраморной крошки. Причина затягивания сдачи объекта на ДК – задержка поставок, которые по большей части осуществляются из Алматы. Мы не можем взять здесь где-то или где-то на рынке закупиться. Это только в специально специализированных магазинах. В районном Акимате говорят, что работы завершены на 85%. Компании на ЦУМе выдано уведомление и план задания. Те уверили, что сроков 4 дня им хватит, чтобы исправиться. Планируем завершить в полном объеме до Нового года. И остается у нас остается работа только по приобретению подъемников для людей с ограниченными возможностями. Это зависит от завода-изготовителя. Ирина Вобещевич, Миржан Жума Муратов, Наталья Заяц, 5 канал. Сыпать или не сыпать – каргандинцы пожаловались на активную подсыпку тротуаров в этом году. Гололеда стало меньше, а вот грязи больше. Где найти золотую середину и как всем угодить в сюжете Ирина Вобещевич. Вот, что делается? Прямо плакать охота. Мы работаем техничком. Каждый через день высыпает баланс. Ну что это вакимат смотрите? Куда? Ну же ли нельзя какой-нибудь трактор пройти, чтобы не упадали? Даже леда нету. А вот это баланс все в магазине. Пожалеете нас немножко технически. Мы же тоже люди. С ума сойти можно. Смотрите. Еще пару недель назад горожане обратили внимание, что погода сделала свое дело и без оттепели. Все пешие части в одночасье превратились в один бесконечный линейный каток, что пройти было невозможно. В этом году, как никогда, подрядные организации взялись за подсыпку тротуарной части. Посыпают даже там, где раньше не ходили и не доезжали коммунальщики. Обращений в больницу с растяжениями и переломами стало меньше. Однако люди недовольны теперь грязью, которые с обувью разносятся по помещениям. Конечно, это хорошо, не скользко. Это для безопасности прежде всего, чтобы люди ходили для удобства и не было травм. В приоритете остается безопасность на тротуарах, на пешеходных дорожках. И поэтому лучше пусть посыпают, чем не посыпают. Нормально, нормально, не скользко. Хорошо. А грязь таскается? Ну, а что делать? Ну, мне не грязно, мне нормально, не скользко. Потому что не дайвут, да? Да, да, упасть не хочется. А вот некоторые горожане уверены, что при своевременной чистке, а не раз от раза, на тротуарах не будет скапливаться снег, который потом превращается в лед. Не придется так обильно сдабривать его пескосоляной смесью или того хуже поддалбливать ломами. Не портится брусчатка? Нет, нет, не портится. Почему? Нормально будет все. Все, все. Ну, вот чтобы такой слой образовался, сколько его надо было не чистить? Не должны реагенты какие-то, да, посыпать, чтобы, ну, как бы, или снег чистить тот же, правильно? Потом эту брусчатку посыпать чем-то солью или что? Чем? Потому что заходишь в магазин, например, в тот же супермаркет, и это постоянно везде этот песок находится там. Коммунальные службы должны все делать же. Они же с бюджета деньги получают за это. В районном Акимате говорят, что пескосоляная смесь, а это восьмипроцентная смесь балласта и реагента, уже по дорогам и тротуарам рассыпано 6 тонн. Снега вывезено более 70 кубометров. Сейчас приобретена новая спецтехника. У нас есть также малая механизм техника. Тротуары мы посыпаем после буранов, после осадков всегда очень хорошо. Во избежание несчастных случаев пескосоляная смесь, она всегда помогает лучше. Тут есть палка о двух концах, но мы приняли в сторону ту, где мы хотим избежать травм людей, наших жителей, травмоопасных моментов. А все вот эти моменты по очистке нам будут произведены согласно планам графиков. Что касается очистки снега до брусчатки или до асфальта, то вот как ответили. Буквально неделю назад у нас были по району, по городу очень обильные осадки. Все вот эти остановки, все эти моменты, все скопившиеся наледи, мы сразу единоразово в один момент не можем очистить. Мы также под реальным организациям выписали предписание о том, чтобы они находили, нанимали больше рабочих. Ирина Вобещевич, Миржан Жума Муратов, Наталья Заяц, Пятый канал. Спонсор выпуска новостей Каргандинский ферросплавный завод YDD. YDD. Новый уровень казахстанской промышленности. Индустриализация 4.0. Высокотехнологичный завод по производству ферросилиция. Масштабный экспорт. 100% экспортно-ориентированная продукция, соответствующая высоким мировым требованиям в области качества. Мировой потенциал. Карагандинский завод ферросплавов YDD занимает достойное место в мировом лидерстве по производству ферросилиция. Сделано в Казахстане. Доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%. На предприятии создано более 600 рабочих мест. Экология. Завод обеспечивает экологическую чистоту максимального уровня. Уровень газоочистки завода составляет 99,8%. Карагандинский завод ферросплавов YDD. Восхождение в память о Герои Советского Союза бауржане Мумушулы совершили несколько десятков карагандинцев. Уже 12 лет в конце декабря активисты устраивают подобный забег на самую высокую сопку в районе поселка Курма. Людмила Батюшкина с подробностями. Казалось бы, ну какие горы в Караганде. Кажется, залезть на эту сопку проще простого. Именно на ее вершине активисты установили памятную доску в честь земляка, героя, панфиловца Буржана Мамышулы. Жаннур Ахметов участвует второй раз, а каждое воскресенье тренируется здесь с клубом «Скиф». Очень здорово, что у нас есть люди, которые организуют такие мероприятия. Очень здорово, что помнят. Я раньше сам думал, почему люди, которые ходят в горы, тратят свое время, рискуют на здоровье. Но ты когда преодолеешь, когда зайдешь, вот я благодаря этому клубу взошел два пика. Пик молодежный, 447, и пик октябренок, 3650. Ну эти ощущения невозможно передать. Внимание! На врыв героя Советского Союза и Казахстана Мамышулы. Марк! В окрестности пять сопок. Тренированные люди обходят все за 45 минут. Но сегодня и одна покорилась не всем. 700 метров в гору, под уклон в 35 градусов, по глубокому снегу многие выбивались из сил. У нас есть опытный альпинист из Алматы. Нарт Михаил с нами работает сейчас. Он считает, что эти горы очень оптимально подходят для тренировок. И карагандинские альпинисты в свое время были сильнейшие. Не то что в Республике, даже в Союзе. Это на эти сопки тренировались. Так что Караганде идеальные условия для занятий альпинизмом. Хоть город степной. Этим марш-броском уже 12 лет подряд карагандинцы чтут память и всех панфиловцев. Дивизии, в которой служили представители 36 национальностей, и которая в 1941 году смогла остановить три отборные фашистские дивизии в боях под деревней Крюково. 12 лет назад на полигоне в Спаске они делали реконструкцию того самого боя с участием героя Советского Союза Боржана Мамышулы. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, Пятый канал. Лучшие из лучших в Караганде вручили премию государственного и общественного деятеля Жумабека Аташенова гражданам, внесшим вклад в развитие региона. Корреспондент Пятого канала принял участие в конкурсе. В Доме дружбы прошло награждение отличившихся граждан премии Жумабека Аташенова. Эта награда дается людям, которые проявили себя в важных для общества сферах. Среди них вклад в литературу и культуру, журналистику и политику. Мероприятие, объединяющее людей с активной гражданской позицией, проводится в этом году уже в 14-й раз. Каждый год мы проводим это мероприятие в честь Жумабека Аташенова и награждаем самых лучших. Особенность в этом году в том, что главный приз получил казахский актер Кайрат Кемалов, который исполнил роль Кирейхана в фильме «Казахское ханство». Он получил гран-при в фестивале Корхатата. Ежегодно мы проводим конкурс, чтобы люди ценили талант своих сограждан. Людей из разных отраслей, внесших наибольший вклад в развитие общества, отметили специальными наградами. Премия государственного и общественного деятеля Жумабека Аташенова присуждена лучшему журналисту года, лучшему деятелю года и тем, кто внес вклад в науку, образование и просвещение. В этом году корреспондент пятого канала Ерки Галибек Булат, завоевавший несколько призов в нашей области на республиканских конкурсах, во второй раз признан лучшим Айтыскером года. Сегодняшний вечер прошел прекрасно. Мне вручают награду лучший Айтыскер года. Награждаются не только Айтыскеры, но и другие лучшие граждане, которые внесли вклад в развитие нашего общества. Я очень рад, что получил награду и спасибо всем организаторам мероприятия. Главный приз Жумабека Ташенова в этом году достался советскому и казахстанскому актеру театра и кино, заслуженному деятелю Казахстана Кайрату Кемалову. Жителям страны он известен по роли Кирейхана в фильме «Казахское ханство». Эмиль Фукс, Миржан Жумумуратов, Николай Шевелев, Пятый канал. В Карагандео прошла елка для детей сотрудников областной профсоюзной организации работников просвещения, науки и высшего образования. Для ребят провели праздничные конкурсы и показали новогоднюю постановку. В Карагандинском драматическом театре имени Станиславского прошла елка для детей сотрудников областной профсоюзной организации работников просвещения, науки и высшего образования. На новогодние мероприятия собрались десятки педагогов с детьми со всей Карагандинской области. Традиционная профсоюзная елка проводится уже не в первый раз. Это уже является многолетней традицией проведения вот такой елки новогодней. Сегодня здесь дети победители областных конкурсов, городских конкурсов, победители спортивных соревнований, творческих конкурсов. И для них профсоюз организовал вот такую елку. Профсоюзная елка один из главных праздников сотрудников организации и их детей каждый год. Уже на протяжении многих лет. Специально для ребят подготовили увлекательную программу. В ней по традиции были Дед Мороз, Снегурочка и зажигание звезды праздника новогодней елки. Ни один ребенок не ушел с праздника без подарка. На профсоюзную елку приехали сотрудники образовательных учреждений как из районов области, так и из Караганды. Педагоги отмечают, что на празднике удалось создать настоящую новогоднюю атмосферу. Дети очень рады, очень идет интересный праздник. Сегодня мы с дочкой первый раз пришли на такой праздник, потому что я в этом году только являюсь председателем профсоюза. Сотрудница профсоюзной организации пришла на праздник со своей дочерью. Мне все было хорошо, и все мне понравилось. После елки детям и их родителям показали сказку, как принц принцессу искал. Ну что же белки приятные я обещал сказку. Мало того, я начал сказку, и на тебе нет корня. Николай Шевелев, Эмиль Фукс, Мир, Жан Жума Муратов, Пятый канал. Настоящий семейный праздник. Танцевальная студия Диля громко отпраздновала шестилетие, проведя отчетный концерт. Подробнее Дарья Чеканина. Шесть лет для ребенка пора начинаний и возможностей, но шесть лет для танцевальной студии это обретение стабильности, перспективы и планы на будущее. В честь памятной даты проведен отчетный концерт. Юные танцовщицы показали родителям, чему научились за долгое время. На организацию и составление программы потребовалось три месяца. Первый филиал у нас открылся в 13 микрорайоне. 13 микрорайон, потому что в этом микрорайоне не было для детей никакой кружков, ничего не было. Поэтому мы решили открыть детскую развивательную хореографическую ансамбль. Айдос Церликбаев основатель танцевального коллектива, а его супруга Нургуля Мандбаевна старший хореограф. Продвигали семейное дело самостоятельно, вкладывали средства со своего кармана. Ансамбль назвали именем старшей дочери Диляры. На данный момент по городу действуют три филиала танцевальных студий. Давать основу разных видов танца это очень здорово для меня. Можно сказать, я живу танцами, поэтому взяла на себя такие обязанности. Учить таких талантливых детей настоящий отдых от поседневной рутины. Более двухсот ребят занимаются в ансамбле Диля. Есть несколько возрастных групп от трех до пятнадцати лет. Дети часто выезжают на соревнования по разным городам Казахстана, занимают почетные места и выигрывают. В студии сконцентрировано множество танцевальных направлений от современных до народных танцев, от эстрадных до танцев в тандеме с постановщиком. Особое внимание хореографы уделяют растяжке и гимнастике. Каждому ребенку имеют индивидуальный подход. Главное, что в садике ее хвалят, говорят, что она профессионально танцует. В школе старшую хвалят, говорят, что она очень даже хорошо пластичная. И для меня это радость. Среди воспитанников танцевальных студий есть дети с особенностями в развитии. Хореографы учитывают возможности ребенка, не требуют лишнего. Это замечательная возможность в развитии, потому что дети такого рода заболевания, они требуют постоянного движения. И вот благодаря нашим энергичным хореографам ребенок двигается. В этом году одна из групп ансамбля Диля заняла гран-при на республиканском фестивале. Следующим этапом будут международные соревнования в Турции, на которых ученики танцевальной студии покажут мастерство и умения. Дарья Чикайна, Миржан Жумамуратов, Николай Шевелев, Пятый канал. В Кырганду съехались боксеры из Казахстана, Кубы, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Камбоджи. Арселор Миттл Тимиртау выступил генеральным спонсором 38-го международного турнира по боксу памяти Галыма Жирлгапова. Поддержка спортивных турниров это давняя традиция промышленного гиганта и вклад в социальную стабильность региона. Как проходили состязания расскажет Антон Александров. В этом году турнир памяти заслуженного тренера Казы СССР Галыма Жирлгапова собрал боксеров из Азербайджана, Камбоджи, Кубы, Кыргызстана, Таджикистана, а также со всех областей Казахстана, Алматы и Астаны. В общем, приняли участие 139 спортсменов. Слава Аллаху, что много друзей и вот Акселор Миттл компания тоже поддерживает. Вот я думаю, что нормально проводим на международном уровне соревнований, когда есть поддержка, когда мы можем приглашать и кубинцев, и других сильнейших боксеров и гостей. Согласно правил IBA поединки проводились в 18 весовых категориях. Во время турнира не было зафиксировано нокаутов, серьезных травм и происшествий. Участники соревнований отмечали хороший уровень подготовки состязаний. Для нас честь, конечно, участвовать в этом мероприятии, в этом соревновании. Именно потому, что здесь, в Караганде, есть такие величайшие боксеры. Не только ваш знаменитый Геннадий Головкин. Наша компания всегда готова поддержать социально значимые проекты, особенно те проекты, которые направлены на продвижение спорта среди подрастающего поколения. 38-й международный турнир по боксу памяти Голыма Жерлгапова проходил в центре бокса имени Серикасапиева. На протяжении пяти дней здесь выбирали победителей и отмечали гостей мероприятия. Наш брат один из руководителей Акселу Рмитов, который является спонсорами нашего турнира. Сегодня я сам работал директором под социальным вопросом и хочу поблагодарить от всех боксеров и вручить скромный подарок. Я сто процентов убежден, что это очень важно и мы должны постоянно поддерживать спорт. Это один из фокусов развития будущего, в том числе и нашей компании. Женская команда Карагандинской области стала лучшей в медальном зачете с четырьмя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалями. Мужская команда шахтерской столицы на втором месте. Спортсмены завоевали по две золотые и серебряные медали, а также пять бронзовых наград. Лучшей же среди мужчин стала сборная Азербайджана. Генеральным спонсором турнира выступила компания Арселор и Талтимиртау. Прекрасно, что такие большие корпорации поддерживают спорт. Я всегда говорил, сколько раз я приезжаю, я всегда говорил, что ребята, не бросайте, все проходит, все уходит, но вот этот праздник, который вы дарите людям, праздник бокса, сколько чемпионов выходило, это наша гордость. Чувствуя поддержку шахтеров и металлургов, карагандинские спортсмены по итогам состязаний завоевали шесть чемпионских поясов, из них четыре достались девушкам. Турнир памяти заслуженного мастера СССР по боксу Галыма Жарлгапова проходит в Караганде уже в 38-й раз. Антон Александров, Николай Шевелев, Пятый канал. Это была последняя информация выпуска, всего вам доброго, до новых встреч. До встречи. Редактор субтитров